На этой неделе несколько предприятий заполярного филиала Нурникеля были остановлены на текущие и малые ремонты производственных линий. В частности, четверо суток не работала Толнахская обогатительная фабрика. Шла замена футировки на мельнице полусамоизмельчения. Обычно на Толнахской обогатительной фабрике очень шумно, но не сегодня. Все мельницы выключены, производство остановлено. И только возле МПСЕ мельницы полусамоизмельчения кипит работа. Здесь идет перефутировка. С нами вместе также останавливаются как горники, так и металлурги. Учитывая, что мы все-таки выдаем потребителей основной руды и выдаем основные концентраты, поэтому сегодня можно сказать, что почти полностью заполярный филиал остановлен на плановой ремонтной работе. Замена защитного слоя, который предохраняет части мельницы от износа, производится один раз в полгода. Мельница полусамоизмельчения руды используется с колоссальной переработкой, ведь она единственная на ТОВ. В июле 2016 года МПСЕ заменило семь трежних рудных мельниц. Производительность при этом выросла – 7,5 миллионов тонн руды в год до 10,2. Справиться с таким масштабным ремонтом в сжатые сроки задача не из легких. Меняют футировку высококвалифицированные специалисты. Бригады Норильскремонта, Север Минералса и Меца Минералса. В смену выходят более 35 человек. Работы идут круглосуточно. Задачу подрядчиков облегчают тендерболты – гидравлические приспособления для выбивания старых крепежей. Раньше это делали вручную, кувалдами. Кроме того, были закуплены гайковерты и гайкорезы, которые позволяют обойтись без газопламенных работ. Ранее у нас данные работы занимали 5, но было и до 6 суток. Сегодня, учитывая, что мы модернизировались в части механизации инструментов, и плюс надо понимать, что люди уже имеют опыт, уже, я считаю, специалисты хорошие. Но это не все нововведения. Компания Норникель постоянно перенимает мировой опыт в области горной металлургии. В этот раз для мельницы полусамоизмельчения завезена экспериментальная партия импортной футеровки. Впервые будет использована резинометаллическая футеровка. Вот такие пластины идут в паре вот с такими лифтерами. Всего 28 пластин и 28 лифтеров. Их установят на крышку загрузки мельницы. Планируется, что это позволит уменьшить количество ремонтов в году. Оправдать для себя новое покрытие покажет время. Время за шесть месяцев интенсивной эксплуатации нынешний защитный слой мельницы сильно истончился. В некоторых местах плиты стали похожи на фольгу. Степень износа футеровки порядка 80%. Толщина футеровки, например, ячейки в решетках должны быть по проекту 60 мм, а по факту износа 80-90 мм. Планируется, что Толновская обогатительная фабрика возобновит свою работу уже в 8 часов утра в пятницу. Следующая перефутеровка МПСИ запланирована на конец календарного лета. В этом году газовой отрасли Таймыра исполняется 50 лет. Отличный подарок к юбилею – запуск кустовой площадки номер 4 на Пеляткинском газоконденсатном месторождении. В чем ее особенность и чем она отличается от своих предшественниц? Чтобы это выяснить, наша съемочная группа отправилась за 300 км. Двухчасовой перелет, и вот что мы узнали. Вот она, кустовая площадка номер 4. Здесь расположены 5 скважин. Эта площадка не только самая молодая, но и самая прогрессивная. Она первая, которая работает по коллекторной системе сбора газов. От всех 5 скважин в установку комплексной подготовки газа тянутся всего 2 трубы. Или, как говорят газовики, нити. Основная и резервная. Это и есть коллекторная система. С 4 кустовой площадки газ будет качаться круглосуточно. Если основная нить уйдет на ремонт, тут же подключится резервная. Днем и ночью голубое топливо поднимается с глубины от 2600 до 2800 метров. Теперь к общему объему добытого газа в сутки добавляются еще 1,2 млн кубометров. Стоит отметить, что предшественницы этой кустовой площадки работают по лучевой системе. То есть на одну скважину – одна труба. Разница между старым и новым очевидна. Вся автоматика, которая предусмотрена в блоке измерительных линий, в других дополнительных, позволяет эксплуатационному персоналу отслеживать режимы автоматизации, режимы эксплуатации скважин и вовремя реагировать на изменения. Специалисты следят за показателями газодобычи с кустовой площадки и с операторской. Это своего рода глаза-пилятки. Все данные, все параметры – давление, температура, добыча газа, сколько жидкости мы добываем, сколько откачиваем. Все это у нас на компьютере фиксируется. Решение о бурении скважин на кустовой площадке номер 4 компания приняла еще в 2015 году. На реализацию проекта ушло примерно полтора года. Первый кубометр газа был выкачан уже в конце 2017-го. Стало очевидно, что благодаря этому проекту сэкономить удастся гораздо больше, чем планировалось. Поэтому следующие кусты будут строить по аналогичной схеме. Когда начнется строительство, неизвестно. Впрочем, это пока и не важно. Благодаря масштабным работам, которые велись последние пять лет, бесперебойным газоснабжением город и градообразующие предприятия обеспечены до 2030 года. В планах на 2018-й обустройство социально значимых объектов на Пеляткинском и Мясояхском месторождениях и обогрев Норильского аэропорта. К концу этого года проект будет реализован. Планы амбициозные, а как иначе, МВ-2018 год для компании юбилейный. 12 марта газовой отрасли Таймыра исполняется 50 лет. Точность движений и хороший глазомер. В заполярном филиале прошел конкурс профмастерства крановщиков. Участие приняли лучшие наставники машинистов мостового крана и их ученики. Какие задания приготовили конкурсантам и как они с ними справились, расскажем в нашем следующем сюжете. Прежде чем приступить к выполнению практического задания, нужно было продемонстрировать знаковую сигнализацию, затем проверить готовность крана к работе и стартовать. За каждый этап выполнения конкурса крановщикам, машинистам крана мостового типа, начисляются баллы. То есть при прохождении теоретической и практической части существует определенная программа, по которой потом эти баллы подсчитываются членами комиссии. Конкурсантам предстояло переместить груз по заданной схеме. И если с осмотром и подготовкой машины ни у кого проблем не возникло, то транспортировка прошла гладко не у всех. Из-за сильного волнения конкурсанты то задевали стойки, то опрокидывали их, а то и путались в направлении движения крана. Из-за этого груз водю с водой сильно раскачивало. Причину своих неудач многие конкурсанты и члены комиссии видели в том, что задание приходилось выполнять на незнакомой машине. Бывает, ты много лет работаешь на одном кране, конструкции какой-то, то тяжело пересаживаться на кран в другую конструкцию. А когда ты работаешь с кранами с разными управлениями, то это проще. Ты умеешь быстро перестраиваться. Но к некоторым конкурсантам фортуна в этот день была благосклонна. Представители Надеждинского металлургического завода, несмотря на нервозную обстановку, смогли взять себя в руки и справились с заданием безукоризненно. Мы просто с Антоном вообще не волновались, потому что были уверены в своих знаниях. Я, например, очень быстро обучился на кране работать. Для меня это было легко, тем более любимая профессия. И поэтому мы очень быстро выступили и практически без ошибок. В итоге Павел и его наставник Антон Ёлкин заняли первое место в соревнованиях. На втором месте их коллеги Олег Иванов и Андрей Пруков. Ну а третью строчку профессионального рейтинга заняли представительницы Треста Норильшах-сервис Елена Власова и Карина Вахранёва. В Норильске состоялась первая стратегическая сессия по разработке партнёрской программы «Учитель школы нового поколения». Около полусотни педагогов и специалистов системы образования. Среди них были представители Мурманской области. Обсудили с приглашёнными экспертами из Москвы различные вопросы и проблемы современного образования. Ключевые моменты – достичь единого понимания о школе, трендах её развития, определить цели и задачи для собравшихся, выработать дальнейший план действий. Именно этим и занялись эксперты и педагоги на стратегической сессии. Некоторые вопросы рассматривали на личных примерах. Мы участвуем в гранте федеральном по направлению развития инженерного образования. Вот тоже мне бы хотелось как практику услышать, что в реализации данного направления, которое мы выбираем, мы можем взять, скажем так, из тех фондов, которые готовы сотрудничать. Так каким же должен быть учитель нового поколения? Ведь время не стоит на месте, и подходы к образованию постоянно меняются. Своей практикой в этом вопросе поделился Фёдор Шеберстов, председатель управляющего совета программы «Учитель для России». Программа обращается к выпускникам лучших вузов страны, в том числе и не педагогических, с тем, чтобы они пошли работать учителями в обычные школы. Программа их поддерживает на протяжении двух лет стипендий, методической поддержкой, и мы готовим их к выходу в школу. Первые «Учителя для России» выпустились в мае прошлого года. Сейчас эти новые педагоги работают в городских и сельских школах Калужской, Тамбовской и Воронежской областей. По словам Фёдора Шеберстова, к этому списку может добавиться и Норильск. Вопросом качественного современного образования заинтересованы и Высшей школе экономики Национального исследовательского университета. Нам важно, чтобы у детей было больше творчества, больше навыков коммуникации, работа в команде, общения, поддержания доброй атмосферы и много чего такого, чему мы, скажем так, не сильно много уделяем внимания. В целом стратегическая сессия заняла почти пять часов. По итогам этого обсуждения, в котором, кстати, участвуют представители и Мурманской области, совместно с фондом Кудрина, с коллегами из образования, сделать проект, который и будет как раз работать над развитием новых технологий. Пока о конкретных итогах говорить рано. Идей много. Чтобы объединить их в одну программу, понадобится время. А промежуточные результаты стратегической сессии эксперты обещали озвучить через неделю. «Север в Фарватре» – выставка известного писателя, сценариста, капитана и художника Виктора Канецкого открылась в Таймырском краеведческом музее. Мероприятие состоялось в рамках культурного проекта «Освоение севера. Тысяча лет успеха». На открытии экспозиции побывала Наталья Баряринова. Арктическая природа, Северные моря, портовые города, Питерские мосты и улицы. Более 30 живописных работ Виктора Канецкого представлены в выставочном зале Краеведческого музея. Каждая картина художника, писателя, капитана сопровождается отрывком из его литературных произведений. Дополняют галерею личные вещи. Я не забывал, какой ценой досталось освоение Северного морского пути. Если понять, что Виктор Ильич умер в 2002 году, когда только заговорили о возрождении Севера, об освоении, о том, что надо серьезно заниматься освоением Северного морского пути. Виктор Канецкий побывал в разных портах мира. Непростым Северным путем прошел 14 раз. Возможно, именно поэтому среди первых посетителей выставки много работников Дудинского морского порта. Северная тематика им понятна и близка. Мне приятно. Оформлена очень хорошо выставка. Картины. Есть замечательные картины, которые трогают до глубины души. Особенно вот порт Артур, могилы моряков. Но общее впечатление у меня прекрасное. Профессии творчества писателя-капитана неразрывно связаны друг с другом. Разносторонность Виктора Викторовича не перестает удивлять. Для многих горожан стало новостью, что Канецкий – автор сценария фильма «Полосатый рейс». Оценить его мастерство дудинцы смогут до конца апреля. Какой цвет у Норильска? Чтобы это выяснить, в наш город приехала медиахудожник из Нижнего Новгорода Анна Толкачева. Она стала четвертым в этом сезоне резидентом пол-арта. Программа пол-арт резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города и компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». А также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра». Специалист по прикладной информатике, математик, художник и медиапоэт – это все она, Анна Толкачева. Приехала в Норильск из Парижа. Анна часто путешествует. Ее выставки и персональные показы проходят во многих городах России и Европы. Мастер из Нижнего Новгорода задумала реализовать в Норильске проект в формате экспериментального видео. Идея, говорит Анна, появилась еще в прошлом году, когда она впервые побывала в нашем городе как участник фестиваля «Большой Аргиж». Норильск впечатлил художницу особенно цветовым контрастом. Это все белое, яркие здания, и постоянно белый пар и дым, и сквозь него проступающий цвет. Мне захотелось, собственно, сделать документальное видео об этом. Но так же, как я, потому что я медиахудожник, то я, конечно, хочу сделать не просто видео, а интерактивное видео, где зрители сами смогут управлять монтажом. Что такое интерактивное видео, гости арт-резиденции узнали, посмотрев предыдущие работы художницы. Это видеоинсталляция – часть большого проекта под названием «Кочевая поэзия». Над ним Анна трудилась в дни фестиваля «Большой Аргиж» вместе с представителями коренных малочисленных народов. На Таймыре героями стали эвенки. Зрители и смотрят, и познают. Например, на видео «Голубое небо» и «Бескрайние просторы тундры». Кликая на экран, можно узнать, как эти слова звучат на эвенском. А это поэтическое видео Анна посвятила произведению «Мёртвые души». Здесь собраны все часто повторяющиеся в тексте слова. Нажав на них, можно услышать целый отрывок гоголевской поэмы. У молодой художницы уже десятки таких проектов. Он очень именитый художник, и у неё интересные вещи, связанные с видеопоэзией. Это показалось нам достаточно интересно, романтично, и хорошо ложилось на норильское пространство. В Норильске Анна Толкачёва будет трудиться три недели, как сказала сама, и паять, и снимать. В итоге зрители увидят абсолютно новый проект в норильском цвете.